Привет всем! Пока готовлю серьезную криминальную историю, я состряпываю небольшое видео о свадьбе моей подруги Наташи и Джанпаулу, о свадьбе русской и итальянца. После долгого ожидания и трудностей, связанных с пандемией, в последние месяцы свадебный сектор наконец смог полностью возобновить свою деятельность и осуществить мечту многих пар. Атмосфера, в которой безраздельно царит любовь, возвращается. Наташа и Паула зарегистрировали свой брак два года назад, в момент пандемии. Свадебный банкет, наконец, провели 15 апреля этого года 2022. Тем временем они без дела не сидели, родили сына и сейчас они решили подарить ему братика. Свадебный банкет они решили провести в агритуризме Ле Каве Дель Чепо, около городка Треццудада, который расположен около легендарной реки Ады, воспетой Леонардо да Винчи. В Италии очень популярно проводить свадьбы в агритуризмах. В Италии слово «агритуризм» используется для определения разновидности туризма в сельской местности, а также для обозначения агротуристических ферм. Агритуризм представляет гостиничное, ресторанное и дидактическое обслуживание. 5 мотивов провести свадебное мероприятие в агритуризме Во-первых, свадьба в сельскохозяйственном поместье – это прежде всего оригинальный и неформальный выбор. Когда жених и невеста организовывают свадьбу, несомненно, желают, чтобы все гости надолго запомнили о таком чудесном дне. Быть приглашенным в агритуризм – это уже нечто иное, способное взбудоражить воображение гостей. Посмотрим правде в глаза. Когда нас приглашают на свадьбу, мы не всегда прыгаем от радости. Часто это связано с тем, что мы знаем, что нас ждет обычная зажатая и официальная церемония. В то время свадьба в агритуризме намного более свободная и демократичная. Во-вторых, это свадьба в прямом контакте с природой. Поместье находится в естественном, незагрязненном контексте. Летом, если погода позволяет, столы накрывают на красивой лужайке или под навесом. Часто сохранены незатронутые характеристики старой фермы – тюки сена, винные бочки и сельскохозяйственные орудия труда. Возможно, с видом на реку или на озеро. И такой контекст идеален для гостей с маленькими детьми. Третье – романтика. Бракосочетание на ферме придает церемонии явно более романтичный оттенок. Поскольку ту функцию выполняет натуральный, красивый, природный ландшафт. Ведь место для свадьбы должно быть максимально романтичным. В-четвертых, экономность. Организация свадьбы стоит дорого. По последним статистическим данным в Италии в среднем почти 24 тысячи евро. Каждый желает самое лучшее. Но в некоторых случаях надо иметь дело с актуальным бюджетом. Свадьба в агритуризме позволяет организовать что-то очень красивое по более выгодным ценам. Организация свадьбы в агритуризме в большинстве случаев означает воспользоваться натуральным природным пейзажем без дополнительных затрат. Как, например, при аренде красивой виллы. Пятое, последнее, натуральная домашняя кухня. Обычно при приготовлении свадебного банкета в агритуризме используют по большей части продукты, выращенные на собственной ферме или земле. Как правило, приготовляют традициональные локальные блюда. В нашем случае обед в агритуризме или кавы дель чепу был отменным. Затем были танцы и пляски до позднего вечера. Спасибо всем, кто посмотрел мое видео. Подписывайтесь на мой канал и вас ждут другие увлекательные истории моей Италии. Внизу найдете ссылку на сайт агритуризма. Забыла сказать, что свадьбу украсил чудесное сопрано Ларисой Юдиной. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok